В Владимирской области за сутки 241 человек заразился коронавирусом на 7 больше, чем накануне. В течение трех последних дней ежесуточная прибавка только растет. Так, глядишь по бьем и антирекорд в 255 заболевших за сутки, который пока остается за прошлой пятницей. А вообще за три последних недели заболеваемость по коронавирусу выросла во Владимирской области в 3,6 раза. Всего выявленных случаев заболевания уже 39 959. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. Плюс 69 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла плюс 73. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 377 зараженных. Летальных исходов подтверждено за последние сутки 8. На 4 меньше, чем накануне. Общее количество скончавшихся от новой заразы теперь 1345. И число выздоровевших сегодня меньше числа заболевших. 238 против 241. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 37 319. Распотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для бюджетников и работников сферы услуг во Владимирской области. Главный санитарный врач издала постановление, по которому работники 12 отраслей обязаны привиться от коронавируса. Организовать вакцинацию не менее 60 процентов своих сотрудников работодатели должны до 15 сентября. Как отмечает руководство Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация в нашем регионе неблагополучная. За последний месяц заболеваемость выросла в 3,6 раза по всем возрастным группам. Если мы хотим, чтобы на территории Владимирской области у нас наступила хотя бы стабилизация, это развитие этой ситуации во многом зависит, если не только зависит от нас с вами, от того, насколько мы будем соблюдать те меры, которые нам сегодня предписывают специалисты. Все ограничительные меры плюс интенсивная вакцинация – это работает. И сейчас, на сегодняшний день, каких-либо других угроз или рисков, которые говорили бы о том, что мы можем подойти к локдауну или к более жестким мероприятиям ограничительным, на сегодняшний день нет. Но их нет только в одном случае, если мы с вами срочно начнем прививаться. Согласно постановлению, привиться от коронавируса должны работники образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, правоохранители, работники общественного питания, торговли, фармацевты, клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие услуги почтовой связи, работники многофункциональных центров, общественного транспорта, включая такси, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, салонов красоты, бань, физкультурно-здоровительных комплексов, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек. Причем неважно, как трудоустроены сотрудники этих организаций – по трудовому договору или гражданско-правовому. До 15 августа, согласно постановлению главного санитарного врача, необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом, а до 15 сентября привить вторым – не менее 60% сотрудников предприятий. Руководители обязаны докладывать о ходе вакцинации каждую неделю по четвергам, начиная с 15 августа. Не прививаться могут только сотрудники, имеющие противопоказания. Это единственный способ сейчас сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, и даже жизнь, и свою, и жизнь своих близких. Поэтому мы считаем, что это постановление, оно уже назрело и издано совершенно вовремя, потому что обстановка уже очень напряженная, и куда мы сейчас выйдем, или мы будем стабилизироваться, или у нас будет взрывной рост, зависит только от нас. Поэтому я призываю всех не туниковать, а спокойно прочитать это постановление и начать прививать своих сотрудников. Это я обращаюсь к работодателям. По поводу очередей на вакцинацию, Минпронторг говорит, что этот вопрос с поставкой вакцинации должна наладиться в ближайшее время. Поэтому мы дали целый месяц на то, чтобы работники и сотрудники привелись к первым компонентам вакцины. И я думаю, что все получится. Владимирские рестораторы добились отмены QR-кодов в кафе и барах. Непривитые владимирцы теперь смогут покушать в ресторанах до 23.00. Предъявлять отрицательный ПЦР-тест тоже не нужно, но дискотеки и развлекательные программы по-прежнему под запретом. Напомним, представители общепита очень долго добивались личной встречи с губернатором, чтобы обсудить отмену жестких ограничений. Сипягин наконец согласился. Глава региона смягчил антиковидные ограничения для баров и ресторанов. QR-коды отменены до 15 сентября для всех сфер услуг. Исключение гостиницы. Правда, владимирцев это не коснется. В своем регионе они смогут снять номер в отеле без сертификата о вакцинации. Предъявить QR-код попросят только гостей нашей области. Во Владимире на переходе Мерседес сбил девушку. Она пролетела несколько метров. В сети появилось видео аварии, которая произошла накануне у центра ИЗО. В правом ряду автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. А вот из левого ряда внезапно выскочил Мерседес. По всей видимости, девушка автомобиль даже не видела. Как можно понять из ролика, шагнув на проезжую часть, она не посмотрела в ту сторону, откуда ехали автомобили. Мерседес ударил пешехода в спину, девушка кувыркнулась в воздухе, пролетела несколько метров, в том числе лицом по асфальту. Жуткое зрелище. Впрочем, как сообщали в ГИБДД, пострадавшая отделалась легкими травмами. По предварительной информации, водитель автомобиля Мерседеса 61-го года рождения допустил наезд на девушку 2001-го года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудникам полиции по данному факту проводится проверка. Напомним, осенью прошлого года на этом же месте насмерть сбили 30-летнюю Дарью Марян. Виновника аварии отправили в колонию. Сотрудники администрации каждый день пресекают факты несанкционированной торговли на улицах города. Продукция, которая продается нелегально, без документов, может быть опасна для здоровья владимирцев. На каком основании вы осуществляете торговую деятельность? Я не осуществляю торговую деятельность. Почему? Ну как, вы сейчас не осуществляете? Я попросили помочь, поспоряюсь. Я просто сижу, пока продаю. Но вы же торгуете. Вы торгуете, да. Я не торгую, я стою просто, пока подойдет продавец. Нелегальная точка на Верхней Дуброве. Девушка не призналась сотрудникам мэрии, что торгуют и отказалась предоставлять документы, удостоверяющие ее личность. Она просто собрала свои вещи и попыталась уйти. Но полиция не позволила. Вы осуществляете торговую деятельность. Вот тогда подойдите на то место, где вы были. В итоге прилавок с овощами и фруктами остался без присмотра. Сотрудники мэрии говорят, сбежать от них пытаются многие. Бывает и хамят. Порой такие представители могут начать хамить, грубить. Ну, в отношении них по решению сотрудника полиции может быть организован привод в отделение для выяснения обстоятельств и установления его фамилии, имя, отчества. Владимирсы, которые торгуют рядом, недовольны появлением нелегальных торговцев. Как только представители власти уходят, они приезжают снова. Мы продаем со своего огорода. Вот все вот эти вот вещи мы сами выращиваем, сами за ними ухаживаем. Никакой химии, все чистый продукт продаем. Значит, вот к нам повадились вот эти вот, я не знаю, как их назвать, перекупщики, не перекупщики. Вот. Они, значит, привозят такой же товар, как и мы, и у нас заглохается торговля. Потому что они везут товар где-то из Турции, он намного дешевле, и перебивают нам всего покупателя. Администрация их угоняет, они на следующий день все равно приезжают. Вы их боитесь? Ну, угрожали, да. Нас это не устраивает, потому что, во-первых, это продукция неизвестного происхождения, и наверняка не имеет никаких сертификатов, ни прочих документов. Сертификаты качества на продукцию, паспорт весов, договор аренды, документы, подтверждающие регистрацию юрлица. Вот перечень разрешительной документации, которые должны иметь при себе уличные торговцы. Но им проще заплатить штрафы и продолжать бегать от проверяющих. Для физических лиц от 500 до 2000 рублей, для юридических от 1000 до 5000. В этой ситуации обидно за полицейских. Им приходится часами ждать, когда нелегалы свернут свою точку и уедут. Елена Масленникова, Руслан Павлухин, 6 канал. Ежедневный фитнес не по своему желанию. Жильцы 165-го дома по улице Добросельской пешком поднимаются по лестнице к квартирам. Две недели лифт в их подъезде работал с перебоями. Доехать до верхних этажей было невозможно вообще. Кабина не запускалась. Мастера приходили ремонтировать не один раз. Наконец, починили. Правда, на час. Кабина заработала и потом опять встала. Сегодня опять в 7 утра пошли с собакой гулять. Лифт работает. В 8 утра повели ребенка в садик. Лифт уже не работает. Сейчас в 10 утра вот я к вам спускаться, проверить. Лифт работает. Заработал. Ну как так-то? Такая же фантастика просто. Да то работаю, то не работаю. Надо что-то с этим делать. Такая же проблема в соседнем подъезде. И тяжелее всего приходится пенсионерам. Каждая ступень для Нины Барышниковой – испытание. Женщина недавно перенесла операцию. А совсем не выходить из квартиры тоже не может. Надо зайти в аптеку, принести продукты. И потом еще подняться с ними на 6 этаж. Это тяжело у меня. Я пользуюсь с ногами больными. Вот с сумками так это и думаю. Держитесь за перила идете, да, чтобы? Да, ну чтобы вот так. Потому что ноги больные у меня вообще. Я еще после операции. За состояние лифтов в многоквартирных домах отвечают сотрудники управкомпаний. И жильцы, когда замечают неполадки, сразу же должны позвонить им. Специалистам по постановлению госстроя даются сутки, чтобы нанять мастеров и устранить неисправности. Срок давно истек, а работу лифта так и не наладили. Люди продолжают заниматься принудительным спортом. Особенно тяжело, когда несешь продукты. А сейчас страшная жара, приходится покупать воду. И вот эти баллоны пятилитровые поднять на девятый этаж в условиях жары – большая проблема. К сожалению, управляющая компания никаких мер не принимает. Но в управляющей компании МКП ЖКХ говорят, что вина за поломки лежит не только на их специалистах. Директор объясняет, что заключил договор с фирмой, которая должна обслуживать подъемный агрегат. Уже не первый раз мастера этой фирмы не выполняют условия контракта. Если и сейчас не устранят нарушения, то управкомпания разорвет с ними договор и будет искать другого подрядчика. Проблема случилась, что-то там перегорело с оборудованной, с платой. Из-за перегрева, из-за жары подрядчик должен дать ответ всем. В любом случае мы за неисполнение обязанности будем вынуждены расторгнуть договор. Перед жителями просим извинения, чуть потерпеть. Вопрос мы решим в ближайшее время. За те дни, когда лифт не работал, сотрудники управкомпании должны сделать перерасчет. На работу управляшек, если они не спешат выполнять свои обязанности, в силах повлиять жилищная инспекция, Ростехнадзор и прокуратура. После внеплановых проверок любые проблемы решаются молниеносно. Если, конечно, сами жильцы подадут жалобы в письменном виде. Валерия Пронина, Руслан Павлухин, 6 канал.